Ритуальная сфера вся коррумпирована, работают только мошенники. Покажите мне супергроб, я хочу на него посмотреть. Те, кто выбирает вариант кремации, прах можно запустить фейерверком. Похороны либо кремация в России бесплатной должны быть. На самом деле это не всегда так. Всем привет, меня зовут Мария Голубева. Сегодня у меня в гостях ритуальный агент Татьяна Стеблева. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. У древних римлян был похоронный клоун, который переодевался в умершего, плясал и шутил на похоронах. Возможно ли веселые похороны в России? Как устроена работа ритуальных агентств? Можно ли подготовиться к своим похоронам? И как меняется представление о смерти, рассказала ритуальный агент Татьяна Стеблева. Давайте поговорим, как вы пришли в вашу профессию и как начали этим заниматься. Все банально. Мой муж работал в ритуальной фирме в своей, и я ему помогала во время декрета, занималась бухгалтерскими всеми отчетами. И когда пришло время выходить из декрета, я подумала, решила, почему бы не поддержать мужа и не заниматься с ним вместе этим направлением работы, бизнеса. А для того, чтобы работать в похоронном бюре, нужно заканчивать какие-то курсы, некоторое образование получить? Потому что в интернете я когда читала множество курсов, как можно быстро пройти, и вперед из песни можно найти работу. По сути, такой специальности, как ритуальный агент, не существует. Если проверить это в реестре российских профессий, то вы не найдете такую профессию. Образование, которое можно купить, это некий сертификат, как дополнительное образование к высшему, либо среднеспециальному образованию, любому абсолютно. Поэтому это некая бумага, которая дает вам понимание, что вы являетесь ритуальным агентом. Но никаких законных оснований требовать у работников в этой сфере этого документа нет. А какой перечень услуг, если поподробнее, предоставляют ритуальные агентства? Абсолютно разные, в зависимости от специфики работы ритуального агентства. Есть агентства, которые только продают ритуальные принадлежности. Есть ритуальные агентства, которые делают спектр услуг под ключ, начиная от сбора всех документов, организации полностью, моменты прощания, вне зависимости от похороны, либо это кремация, заказ всех необходимых принадлежностей, товаров, транспорта, ну и сопровождение, соответственно. Главным моментом является то, в каком регионе работает компания. В маленьких городах, по сути, помимо продажи ритуальных принадлежностей транспорта, нет необходимости в услугах таковых остальных, потому что город маленький, а в Москве такие услуги необходимы, потому что приходится иногда по два дня тратить на то, чтобы собрать необходимые документы для организации кремации, либо похорон. В части государства какие услуги являются бесплатными? Дело в том, что есть несколько направлений, которые предоставляются государству бесплатно. Первое – это области здравоохранения, это со стороны морга, когда тело бесплатно омывается, укладывается в гроб и одевается. Это бесплатные услуги, за остальные услуги морг берет плату. Что касается ритуальных агентств, то есть закон о погребении, который действует на данный момент у нас в стране, и он гарантирует определенный перечень товаров и услуг для некоторых категорий граждан, не для всех. Об этом, к сожалению, часто умалчивают, и у людей складывается впечатление, что похороны, либо кремация в России бесплатной должны быть. На самом деле это не всегда так. Перечень бесплатных услуг, он корректируется в зависимости от региона, потому что данный перечень полностью формируется органами местного управления конкретного района. Если говорить про Москву, только про социальные похороны, то помимо гроба, покрывала и тапочек с подушкой, и с принадлежности больше ничего нет, что для похорон, что для кремации. Есть транспорт, по которому тоже есть свои нюансы. Не всегда родственникам это удобно. Также входит оформление вот этих заказов на транспорт, на принадлежности, и выдача всех документов, конечно же, медицинского свидетельства и справки о смерти тоже бесплатная. Татьяна, вообще вот ритуальные услуги считаются очень дорогим удовольствием. Вообще от чего зависит стоимость и как она определяется? Начнем с того, что понятие «дорого» у всех разное. Для кого-то 80 тысяч за телефон – это нормально, а для кого-то это дорого. Поэтому точно так же и с похоронами. Но сложность в том, что стоимость конечной похорон либо кремации складывается из разных сумм, которые оплачиваются в разные организации. Первая сумма – это в морг, и цены во всех моргах абсолютно разные, и ритуальный агент уже знает примерно, какая цена. Можно я вас привел? Почему так происходит? Да, казалось бы, морги в городе, одна и та же организация, цены разные. От чего это зависит? Почему так происходит? Потому что нет регулирования со стороны государства вот этого вопроса. То есть, получается, морг какую цену захочет, такую назначает? По сути, да. По большому счету? Нет, там есть, наверное, какое-то регулирование, но так как это организация, которая относится к здравоохранению, как бы я подробности, например, не знаю, как они образовывают цены свои, да, но ситуация такая. Если говорить о разбросе цен в Москве, то стоимость услуг по подготовке тела в морге начинается в городских моргах от 18 тысяч и заканчивается, я не знаю, выше 45. Там все зависит еще от нескольких факторов. В каком состоянии тело? Какой вес у тела? Момент, нужно срочную выдачу сделать или у людей есть время? То есть, факторов очень много. И это только первая сумма. Вторая сумма – это сумма, которую родственники оплачивают за товары и транспорт и за услуги ритуальному агенту. Это как раз та сумма, которая оплачивается именно в ритуальное агентство либо частному агенту, смотря кого выбирают родственники. Эта сумма тоже складывается, опять же, из размера тела, потому что нужно подобрать гроб соответствующего размера. Понятно, что от материалов дерева, из которого сделан гроб, или тот же крест, он может быть металлический, может быть деревянный, наличие венков, их количество и так далее. То есть, все зависит от того, что хотят близкие усопшего. Третья сумма – это сумма, которую оплачивают родственники либо на кладбище, либо в крематорий. Здесь, опять же, все зависит от многих нюансов. Если это семейное захоронение, то помимо того, что нужно оплатить копку могилы, нужно оплатить демонтаж. Это приличные суммы. Если это кремация, то нужно оплатить кремацию, урну и прочие дополнительные услуги, которые выписываются в крематорий. То есть, ритуальный агент ориентирует родственников всегда по стоимости в каждом вот этом пункте. Но конечная стоимость формируется в конце, либо в начале беседы, первая с заказчиком, после выяснения вот всех этих моментов. Следующий вопрос такой. Как бороться с конкуренцией, в принципе, в этой сфере? И еще к тому же, да, в СМИ часто возникают статьи такого рода, что похоронные агентства, они наживаются на горе людей, получают сведения об умерших, выкупая их у скорых помощи, либо у полицейских. И, в общем-то, это все сформировало некое такое отношение двоякое. Вот давайте поподробнее на эту тему с вами поговорим. Ну, начнем с того, что, да, действительно, до сих пор поддерживается такое мнение в головах людей о том, что ритуальная сфера вся коррумпирована, работают только мошенники, вас обсчитают, нагреются на вас, будут наживаться на вашем горе и так далее. Что происходит на самом деле? По сути, у каждого человека, у которого случилось горе, есть право выбора, с какой ритуальной компанией работать. Понятно, что некоторые ритуальные агенты применяют какие-то методы давления психологического на людей, которые находятся в тяжелом состоянии, и пользуются этим, да. Но так работают не все. Понятно, что если бы большинство людей заранее интересовалось хотя бы этой темой просто так, вот на всякий случай, да, мы же, например, получаем какие-то услуги сервиса по автомобилю, я не знаю, женщины пользуются услугами маникюра и так далее, да, просто узнать, что вообще, кто работает в вашем районе либо в вашем городе, кто какие услуги предлагает, кто что говорит. Потому что по первому знакомству все равно становится понятно, стоит ли вообще туда обращаться, в эту компанию. Но из-за того, что люди не привыкли эту тему затрагивать до конечного момента, когда уже нет вариантов, происходят вот такие ситуации. Я неоднократно слышала, когда люди говорят, что вот мне впарили там какой-то предмет, который не может столько стоить. Но у меня возникает вопрос, зачем вы его купили? Что вам мешает сказать, спасибо, я выслушала ваше предложение, я могу посмотреть, не знаю, в интернете, спросить у знакомых в другом месте? Вот этот вопрос остается открытым, потому что под дулом пистолета никто никого не заставляет ничего покупать. Ну, возможно, ты в таком смятении находишься? Я понимаю, но вы знаете, как показывает опыт, не все родственники в таком состоянии. Бывают ситуации разные, и сейчас все чаще появляются заказчики, которые заранее интересуются этим вопросом, узнают, какие ритуальные агентства, какие услуги, цены и так далее. И это меня радует, потому что это правильно. В таком контексте, конечно же, легче работать, потому что здесь рождается здоровая конкуренция. Если рассчитывать на то, что ты пришел, захватил, грубо говоря, тело с паспортом, и можешь с этими родственниками делать все, что угодно, понятно, что есть люди залетные, которые работают в этой профессии временно, как показывает опыт, чтобы заработать каких-то быстрых денег, и исчезают. Потому что к ним просто никто больше не будет обращаться. То есть ты заработал сейчас на человеке, и на этом твоя карьера закончилась. Разные бывают агенты. Мы, например, так не работаем. Мы работаем по, так скажем, сарафанному радио. Муж работает больше шести лет, я ему помогаю. И мы никогда не ездили, в дверь не звонили, люди сами обращаются. Сейчас я веду блоги, в которых рассказываю о том, что это важно. Рассказываю все моменты, почему важно обсуждать эту тему, почему стоит заранее выбирать ритуальное агентство. Показываю моменты, в чем важность работы. Ну вот, кстати, давайте с вами поговорим. Дайте советы нашим зрителям, как правильно выбрать ритуальное агентство, на что нужно обратить внимание, и как не попасть к тем самым мошенникам. Первое, если вы интересуетесь заранее ритуальной сферой, нужно понять для себя, что вы хотите, какой вид погребения для родственника будет выбран, потому что от этого зависит конечная стоимость всей услуги. А для этого нужно провести беседу со своим близким, чтобы выяснить его пожелания и предпочтения. После этого, уже выяснив, какой вид погребения предпочтителен, можно связываться с ритуальными агентствами с различными и узнать у них стоимость необходимых товаров и услуг, которые они предлагают. Уже в контексте первого разговора станет понятно, навязывают вам что-то, предлагают ли вам варианты социальных оформлений, потому что есть возможность сэкономить на каких-то вещах, но не все агентства об этом говорят и скрывают, например, эту информацию. Как с вами вообще разговаривают, можете договориться о встрече. То есть вот этот контакт, когда у человека трезвая голова, он очень важен. Понятно, что бывают ситуации разные, смерть может изнупиться внезапно, тогда, возможно, стоит обратиться к кому-то из знакомых или родственников, кто-то, возможно, уже общался, и есть контакты. Потому что, как правило, если в семье было горе, и кто-то из агентов помогал, у людей остается визитка, и вот такую визитку передают другим знакомым, друзьям, близким, и такой агент уже становится семейным, и люди помогают. По поводу похорон. На ваш взгляд, за последние десятки лет или несколько лет даже, условно говоря, изменились ли вообще сами похороны, меняются ли они, есть какие-то тенденции? Здесь очень сложно сказать, потому что все зависит от региона. Если говорить про Москву, в целом у людей стало меньше денег, это однозначно, люди стали экономить, нет запросов там, я не знаю, многие говорят опять же, да, там, что это все дорого, никто не пришел ни разу и сказал, я хочу супер дорогие похороны, покажите мне супер гроб, я хочу на него посмотреть, да, нет. Люди хотят все более экономично. Возможно, так было всегда. Тут все зависит от состояния, благосостояния человека и отношения, в принципе, к усопшему, потому что ситуации семейные бывают разные. В плане того, что стало больше кремация, это да. Сейчас, с учетом того, что была пандемия, в некоторых регионах вообще органы местного самоуправления рекомендовали тела кремировать, соответственно, число кремации возросло. Есть такое отчасти ошибочное мнение, что кремация дешевле, люди, думая об этом факторе, выбирают данный вид погребения, а потом спрашивают, почему так дорого. А как вы думаете, вот кремация в последние годы в России, она стала популярна только из-за коронавируса, который как бы ввел, скажем так, это понятие у нас в стране, потому что раньше у нас, мне кажется, вообще это было непопулярно. С чем это связано? На самом деле, первый крематорий был построен у нас еще в начале 20 века, когда пытались искоренить православие, и, соответственно, построен был крематорий, и вот пытались все кремировать. С течением времени получается так, что обычные люди все равно приходили больше к выбору погребения в виде захоронения, а, так скажем, какая-то богема, они выбирали кремацию по той или иной причине, потому что урну проще куда-то там переместить, часть людей была в эмиграции и могли увезти с собой там право близкого. Помимо того, что пандемия внесла свои коррективы, конечно же, момент экологичности всплывает, он очень важен. Дело в том, что этот вид погребения, конечно же, более экологичный, чем захоронение. Это первый фактор. Второй фактор – столько кладбищ. Люди в небольших городах мне пишут о том, что у них вокруг городов просто одни кладбища, и что они против, и как бы нам повлиять на то, чтобы открылся крематорий. Многие приходят к тому, что кремация – это более правильный выбор. Но тут нельзя сказать, правильно или неправильно. Здесь все зависит от предпочтений усопшего, либо его близких, смотря кто принимает решение по виду погребения. А часто ли родственники умерших хотят, чтобы тело было похоронено на элитном, на дорогом, на хорошем кладбище? Или сейчас это уже все ушло на второй кладбищ? Можно сказать так, что сейчас московские кладбища – все элитные. Если мы говорим действительно о закрытых некрополях, которые элитные – это Новодевичьев, Аганькова и Троекурова, попасть туда практически невозможно. Либо это стоит каких-то очень баснословных денег, потому что места даже на не такие элитные кладбища начинаются от очень приличных сумм. Это миллионы, это не тысячи. Не миллионных рублей. Покупка происходит через аукционы и так далее. То есть не все так просто. Ну а если говорить о самом элитном – это Новодевичьев, то на это кладбище попадают только люди, приказ о похоронах которых подписывает президент. Поэтому тут о покупке места, мне кажется, сложно говорить. А в целом люди уделяют внимание, на каком конкретно кладбище? Вот им важен там само место? Или все-таки сейчас уже больше ориентируются на ценовую, прежде всего, политику, нежели чем на выбор конкретного места? Я поняла. Здесь немножко вопрос от другого зависит. Есть кладбища, на которых просто нельзя захоронить. Поэтому хочешь, не хочешь, у тебя нет возможности. Нет денег, нет денег. Тебе это нельзя сделать. Другое дело, когда у родственников есть семейное захоронение, но им дешевле получается захоронить на новом бесплатном месте, нежели в семейном родовом участке. Поэтому все зависит от возможностей финансовых, как показывает практика. Потому что можно хотеть, но ты не готов к таким тратам, поэтому люди выбирают оптимальный вариант. Татьяна, вот раньше наши бабушки, даже у меня сейчас такое тоже есть в семье, там откладывают себе на гроб, на одежду, в которой хотят, чтобы их похоронили. Вот часто ли усопших хоронят именно в том одеянии, в котором бы они хотели? На самом деле все зависит от оставшихся близких. Если они знают, что усопший приготовил какую-то одежду, чаще всего они ее дают. Мы на этом акцентируем внимание, что не обязательно покупать какой-то ритуальный набор в агентстве. Можно собрать просто вещи, которые носил покойный, либо те, которые приготовил человек. Потому что мы конкретно задаем вопрос, вещи были приготовлены? Если ответ утвердительный, конечно, мы их берем, и в этом человек и будет похоронен, либо кремирован. Старенькие бабушки в основном всегда готовят, да. И себе на похороны собирают, и вещи, потому что привыкли, да, что так. Сейчас более молодое поколение относится к этому совершенно по-другому. Вплоть до того, что, я не знаю, сожгите меня на даче, меня вообще это не волнует, да. Поэтому я не знаю, как будет дальше, как вот с этой историей, что приготовить самому себе какую-то одежду, не знаю. Ну вот да, может ли человек сейчас вот сам подготовиться, условно говоря, к своим похоронам? Конечно, без проблем. В чем проблема? Есть люди, которые приходят в агентство и сами интересуются. Я была буквально позавчера в нетворкинге, и была женщина, ей было 80 лет. Она ходит на такие мероприятия. Она ко мне подошла, узнала, чем я занимаюсь, и задала мне вопрос, типа, можно ли мне приготовить вещи? Так я же адекватно оцениваю, я понимаю, что мне уже столько лет. Да, люди готовятся. Почему нет? Это нормально. Лучше быть готовым, чтобы твои близкие в момент печальный не были озадачены выбором, что же делать. Выбирать похорону либо кремацию. У меня был случай в жизни, который как раз заставил меня завести блог и рассказывать людям вообще вот этой всей ситуации. Когда болел отец у женщины, у нашей заказчицы, долго болел. И когда он ушел, она не знала, как поступить с телом, кремировать либо похоронить. Она очень долго, она в течение дня, а в силу того, что у нас короткий срок взаимодействия, то есть нужно принять решение достаточно в сжатые сроки, она думала целый день до максимума, сказала, что она хочет кремацию. Когда мы все организовали, приехали на кремацию, зарегистрировались, все, осталось только тело сдать. Она с криком «мне нет», «Татьяна, все отменяем», он, наверное, хотел похороны. Мы долго с ней разговаривали. Ну, почему? Она говорит, я не знаю, что он хотел. А вдруг я сделаю не так, и я буду потом себя корить за это. И вот этот момент для меня был решающим, решающим, что, по сути, один разговор в жизни, да, решил бы эту проблему, и у человека не было бы сомнений. И я не знаю, может быть, она до сих пор там в своих сомнениях и в ужасе живет, и это же остается навсегда. Поэтому лучше это обсуждать заранее. Ничего в этом я не вижу предосудительного, даже несмотря на то, что я работаю в этой сфере. Даже когда я не работала, я со своими родителями обсуждала, что бы они хотели. Татьяна, а если кто-то захочет, например, веселые похороны устроить, возможно ли такое? Были ли у вас на практике такие клиенты? Как правило, такие разговоры воспринимаются в шутку. Никто не воспринимает их всерьез. Никак воля изъявления. Это просто человек пошутил. И родственники делают все на свое усмотрение, если нет конкретного воли изъявления. Веселье на похоронах я не замечала, но было несколько таких приятных моментов, когда после уже прощания у людей был поминальный стол. И я услышала, как собравшиеся по теплу и со смехом говорили, вспоминали жизненную какие-то истории у умершего человека. И это было очень приятно. И вот вся атмосфера, которая там была, это не была печаль какая-то. То есть понятно, что печаль присутствовала, человек ушел из жизни, но вот этот флер такого веселья и хорошего настроения, он был. Плюс сейчас есть такая возможность. Они заявили совершенно недавно. Те, кто выбирает вариант кремации, прах можно запустить фейерверком. И таким образом его развеять. У вас были такие случаи? Не было таких случаев. Очень было много негативных высказываний со стороны там селебрити о том, что это вообще какое-то кощунство какое-то так далее и тому подобное. Но мне кажется, почему, если человек хочет так, это его желание, почему бы и нет? А как вы считаете, почему вашу профессию недолюбливают? С чем это может быть связано? С тем, что вокруг профессии, сферы в целом нагнетаются, помимо того, что есть некий бардак, так скажем, нагнетается дополнительная атмосфера негативная с такими формулировками, что все похоронщики называют нас, в том числе и работников морга, и кладбища, и ритуальное агентство, что все наживаются на смерти. То есть вот эта формулировка, это самое распространенное, что вообще используется, я слышу. И когда начинаешь с людьми разговаривать, говоришь, что, ну давайте откровенно говорить о том, что похороны никогда не были бесплатно, гроб всегда покупался, да, издревле. Поэтому, причем здесь там наживание на горе. Зарабатывают и врачи, которые лечат тяжелобольных, и на рождении детей, и автосервисы, все на свете. Но любая ситуация, с которой сталкивается человек, неприятно, это горе в какой-то степени, да, поэтому говорить, что вот все наживаются на горе, как бы, ну, мне кажется, не совсем правильно. Часть работников сами провоцирует вот такое вот отношение к сфере, но скажу больше, что некоторым агентствам выгодно самим подогревать вот эту историю и говорить родственников усопшего, что все мошенники вас обманут. Это выгодно поддерживать. Чтобы люди боялись обратиться и найти альтернативный вариант. Но у вас в любом случае не такая простая профессия. Как при таких условиях, да, работа, справляться со стрессом, с негативом? Что вам помогает? У нас чуть все попроще. Если говорить в целом о сфере, я уже говорила о том, что мы не ездим по адресам, не звоним людям в дверь, не названиваем им по телефону. Люди к нам обращаются сами. Поэтому стресса от взаимодействия с людьми у нас нет. Потому что люди идут к нам за помощью. Мы получаем, наоборот, удовольствие и удовлетворение тем, что наша работа людям приносит пользу. Потому что мы получаем массу положительных отзывов о нашей работе. Люди понимают ценность того, что мы делаем. Работа на самом деле нервная. Потому что каждый хочет не затягивать с этим процессом. Но есть определенные моменты. Например, справка медицинская может выдаваться в течение двух-трех дней. От нюансов зависит. А родственники хотят завтра. И нагнетание обстановки не помогает решить вопрос, а только усугубляет. Вот такой стресс есть. Но он есть в любой работе. А поменялось ли как-то ваше отношение к смерти? После того, как столько уже лет работаете в рецептах? В целом у меня всегда был такой девиз по жизни. Делай сегодня то, что можно сделать. Не откладывай на завтра. А когда я стала работать в этой сфере, я поняла, что этот девиз очень верный. И нужно ловить каждый момент. Жизнь такая непредсказуемая. И живите сегодня, наслаждайтесь жизнью. Завтра может просто не быть. Татьяна, расскажите, пожалуйста, про профессиональную деформацию в вашей сфере. В виде пожилых людей, не представляю их в виде гробов на ножках. Конечно, это нет, мне это не так абсолютно. Я отношусь к своей работе серьезно и понимаю, что мне в каких-то моментах нужно быть более собранной, нежели заказчиком, у которого случилось горе. Потому что от меня зависит организация всего процесса. И если я буду вместе с ними сейчас плакать, а такое бывает, что люди рассказывают свои истории и хотят, чтобы ты провел с ним дополнительное время именно поделиться своим горем, мы делаем это максимально возможно. Но я просто понимаю, что если я сейчас не уеду и не начну заниматься решением вопроса, то это все просто перенесется. Поэтому мне в каких-то моментах нужно регулировать вот это поведение в адрес заказчиков. Где-то быть помягче, где-то пожестче и так далее. Поэтому все в рамках разумного. То есть я не цинично смотрю на людей, я понимаю, что у человека горе, я могу с пониманием отнестись к тому, что нужно одну и ту же информацию каждый день по пять раз рассказать. То есть я не возмущаюсь, что нельзя запомнить и так далее. Отношусь к людям более лояльно. Тут даже больше положительный момент. Потому что к своим близким я, например, отношусь более жестко, так скажем, нежели к заказчику, который в такой ситуации. Могут ли родственники сами организовать похороны, не прибегая к услугам ритуальных агентств? Да, родственники могут самостоятельно собрать необходимые документы, но им все равно придется обратиться в ритуальную компанию для покупки необходимых принадлежностей, атрибутики ритуальной, потому что ее нельзя купить в любом магазине за углом, и заказы транспорта. Татьяна, спасибо за интервью. Я надеюсь, что после нашей беседы люди как-то чуть-чуть проще, скажем так, будут относиться к теме смерти и, в принципе, более обсуждать это и больше об этом разговаривать друг с другом, дабы в будущем избежать вот таких проблем, о которых мы с вами сегодня разговаривали. Да, я тоже на это надеюсь. Спасибо вам за то, что пригласили и дали возможность высказаться. С вами была Мария Голубева, Татьяна Стеблева, агент ритуальных услуг. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!